Парадное совещание. Губернатор Сергей Морозов начал с вопросов подготовки к празднованию Дня физкультурника. Праздник отметят уже в эту субботу. Будут проведены встречи с педагогами, тренерами и работниками спортивной отрасли. Проведу совещание по развитию стадиона «Локомотив», обязательно проведу совещание объезда по созданию большого центра бокса, проведу совещание по строительству спортивного комплекса за кинотеатром «Современник» и его привязки такого же спортивного комплекса в Сурском. Второй праздник, на который просила обратить внимание глава области – День строителя. Губернатор отметил, что вопросы возведения жилья в муниципальных образованиях должны находиться на особом контроле. Завершая праздничную тему, глава региона отметил еще одну важную дату. Исполняется 60 лет со дня создания областного отделения Союза журналистов. Несомненно, это событие не должно остаться без внимания, сказал Сергей Морозов. Это элита. Элита, думающая элита. Грамотная элита. Очень часто критично настроенная к власти. И ничего нас в этом не пугает. Затем губернатор перешел к вопросам правления регионом. Глава области заметил негативную черту, что многие чиновники зачастую формально относятся к выполнению своих служебных обязательств. Изменить такое положение должен новый проект, который в ближайшее время будет запущен в регионе. Он называется «Команда Ульяновской области» и ориентируется на молодых людей. Нет и тени сомнений о том, что это даст возможность нам создать по-настоящему рабочий, по-настоящему очень прозрачный резерв управленчатых кадров. Глава области озвучил ряд кадровых назначений. Ответственным за работу с ТОСами, пятилетку благоустройства и реформирование инфраструктуры моногородов будет Николай Кабанов. В должности заместителя руководителя агентства архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений. Прежде он работал в департаменте автомобильных дорог. Губернатор также представил недавно избранных глав администрации района. В старой кулатке им стал Ильдар Магдеев, а в майне Олег Шуенков. А вот где кадровых изменений не должно быть, так в медицинском составе лечебных учреждений. Губернатор резко выступил против слухов о возможном сокращении в больницах и поликлиниках области. Я не допущу развития таких процессов, так называемой волны оптимизации. Вплоть до независимой, очень жесткой оценки каждого руководителя, кто будет иметь к этому какое-либо отношение в нарушении действующего законодательства. Я запрещаю сокращение хоть одного медицинского работника. Губернатор также напомнил ряд поручений, которые давал в конце прошлой недели. С 1 января 2019 года будет установлена работа районных отделов здравоохранения. На жестком контроле будут находиться вопросы размера заработной платы медикам и уровень их подготовки. Создается контакт-центр, который будет в круглосуточном режиме принимать жалобы и предложения по работе лечебных учреждений. Он будет создан на уровне министерства и в каждом лечебном учреждении. В круглосуточном режиме это своеобразное дежурство. Предполагается, что там будут работать не только постоянно определенные люди, собирающие жалобы и обращения, но и внештатные специалисты. Это тематические линии, где можно будет обратиться и получить консультацию. Предполагается, что будут сокращены и сроки рассмотрения жалоб и предложений. С одного месяца до двух недель. От темы здравоохранения перешли к сельскому хозяйству. В полном разгаре на полях области идет уборка урожая. На молот зерна на прошлой неделе превысил полмиллиона тонн. Первое место по проценту уборочных площадей занимает у нас Новоспасский район. 64,9% от площади уборки. В тройке лидеров также у нас Корсунский район и Павловский район. Лидером по урожайности зерновых является у нас Меликевский район 29,8 центра с гектара. В тройке лидеров также у нас Чердоклинский и Новоклинский район. В уборочной кампании активно участие принимают студенческие отряды. Для молодежи области уже осенью запустят большой региональный проект. За право стать молодежной столицей поборются все муниципальные образования. В октябре непосредственно на праздновании столетия областной организации в ЛКСМ будут объявлены 6 муниципальных образований, которые будут носить гордое название «Молодежные столицы» в течение 2019 года. Молодежь этих муниципалитетов получит софинансирование из регионального бюджета на выполнение своих проектов. Кроме того, они станут центром проведения больших молодежных сходов и съездов весной и летом следующего года. В заключении аппаратного совещания губернатор сообщил, что 2019 год будет объявлен на территории области годом парков и парковых зон. Будет проведена ревизия уже существующих мест отдыха и предприняты действия к созданию новых парков, в первую очередь в районных центрах. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.